Добрый день! Добрый день! Если можно, в двух словах, фамилиями отчества и позывной. Скажу только позывной Сибирь. Хорошо. А Сибирь почему? Потому что водился я в Сибири, к озеру Байкал, 200 кг, и трехли в Кадыркурское мужские римляне, если так, древо. Городня Майя нашкодила в Галичине и сослали их в Сибирь. Нашкодила при немцах, когда эти пришли в 43-м году, и, считаю, понесли они заслуженное наказание перед тогдашней родиной СССР. Вы свободно разговариваете по-украински? Я не свободно разговариваю, хоть я наполовину украинец, наполовину русский, но разговариваю богато. Вы давно в ополчении? Два с половиной месяца. И в каком подразделении вы воюете? Разветренный диверсионный звук. Понятно. Часто приходится участвовать в боевых действиях? Частенько, в предавенном покое. Скажите, какое ваше отношение к этой войне? Поганое у меня отношение к этой войне было оно гражданское. Я считаю так, что ее и не должно было быть, потому что как я люблю Украину, так я сейчас недовижу все украинское, что есть во мне. Я не знаю, когда это все закончится. Как вы думаете, почему эта война началась? Кому она была выгодна? Она была выгодна Америке. Она была выгодна тем людям, что во Львове устроили это поганой свое правосекство только для того, чтобы дурить людей. Дурить и поганить им души. Что история, она была история, и нечего было поднимать. Что я не знаю ни одного такого человека, чтобы не жил свободно на той Украине. А что за то вы говорите, что 23 года мы живем самостоятельно, и за 23 года мы не могли ничего добиться, так нечего это маскальную или другие кого поганить. Сами думайте своими бошками жить. Что у меня половина роднее на Украине, а половина роднее в России. И сидим мы за одним столом, и едим мы за одним столом. И так и будет. Только не знаю, когда это все закончится, и сколько мне уже терпеть это все. Но буду терпеть, я до последнего. Пока мы дойти его не дойдем, и вас поганцев оттуда не выкинет. Скажите, вы считаете, что эта война идет не между русскими и украинцами, а между фашистами и нормальными людьми? Совершенно верно. Совершенно верно. Потому что нормальные люди живут здесь, пашню пашут свою, хлеб сеют, а все остальные дурят и занимаются не пойми чем. У вас подразделения есть украинцы? Есть, конечно. И как они относятся к этой войне? Точно так же, как я. А вы считаете себя патриотом именно вот этой земли? Не государство Украины, а страны Украины? Конечно, я патриот. Но я воюю, задушиваю свою и задушиваю своих предков, отцов, своих детей, чтобы они не жили в этой гряности. Что не будет им счастья, если это будет все и дальше. Так я думаю, так я живу. Скажите, вы считаете, что русский и украинский народ это братские народы? Это славяне, это один корень, это один народ. И чтобы между нами вбили этот клин, его вбили специально, чтобы породить нас ненавистью, вбить славян как нацию. А мы были вместе и будем вместе. Так оно и должно быть. Как вы думаете, чем закончится эта война? Наша победа, она закончится. И покоем для любви. Построим новую страну, изведем ту нечисть, которую поганит ее. Вот нам счастье. Думаю так. Сибирь, такой вопрос. Я вижу у вас на фуражке звездочка пятиконечная. Почему? Ну, потому что я служил в СССР, в армии. И это не отлюбленный час моей жизни. Это больше и лучше час моей жизни. Когда мы жили одной и крепкой страной, и у нас все было нормально. Бо моя вся родня украинская ездила до моей родни в России. И не было такого, что... Так отца, чихохолки, москалику. Всякое это. Не было дурнины в башке. Зато я звездочку это носил с благодарностью. И буду носить дальше. Скажите, вот вы жили в России. Война идет на Украине. В принципе, вы могли бы на нее не ехать. Почему вы именно здесь сейчас? Потому что мой батька, которому 78 лет, пришел мне и сказал, я уже не в силах. А ты дурак 50-летний, еще здоровый. И за деда нашего, что здесь бился. И за родню всю нашу, что на Украине. Езжай и отстой. И за детей своих. И я поехал. Потому что отец у меня железо. Я до сих пор его боюсь, когда он на меня гарпнет. Только так. Скажите, а жители России, простые жители, помогают вам? Я скажу вам так, что есть в Калужской области город Обницк. И когда я приехал на своем бусе полутротонной до этого города, мэр города, значит, собрал гуманитарную помощь, помогли нам. Аптеки очень много лекарств дали. И, значит, на строительном рынке люди собрали деньги, поехали на продовольственный рынок и еще загрузили полный автобус. Продовольствие, еды и шесткнижного магазина дали для детишек. Ручки, бумажки, книжки. И все это я привез сюда. Да, московские помогли с разгрузками, ремнями, со всем военным обмудиванием, что можно. И мой низкий поклон вам, все россияне, потому что нет никого такого, кто не родил бы за нас и не помогал. Я отдельно скажу за ту бабушку, что пришла до буса и принесла два батона хлеба на свою пенсию и сказала, что вот людям на Украине и... И нет у меня слов за то добросердечие, что проявила она на последние свои пенсионные деньги. Низкий поклон ей. Нужно сказать, что сейчас война идет гражданская и народная. Война идет гражданская и народная. Это очень тяжело. Это очень тяжело, потому что в страшном сне своем я не думал никогда, что я подыму руку на брата славянина и буду по любимой одной Украине бегать с автомата. Но есть у меня долг и есть честь. Есть у меня совесть. Зато я ее воюю. Слушай, как вы думаете, настанет время, когда русские и украинцы снова будут жить вместе рядом, как братья, как добрые соседи? Конечно, оно настанет. Сейчас дурь из башек повыветривается. Поменьше вы, братья-украинцы, смотрите телевизор. У вас уже антенки из башки растут дурные. Спасибо большое.